здравия так ссылку по изготовлению рамок просят так и олег дамасевич по моему прислал эти ссылки вместо меня так здравия самара надеюсь так и есть так казахстан как всегда на месте сурдовская область мария андрей иркутск спасибо за посылку и подарочки пути пробудилась одна кошка абрикоса корешок полтора сантиметра я посадила в горшок слегка присыпала землей полила брала холодильник все правильно именно в холодильник то есть задержать развитие все по железу так поздравляю сергеев сезоне снега уже нет на даче у меня тем более уже ездил на велосипеде открыл сезон так думаю абрикосы в апреле мая замерзнут от заморозков чем позже абрикоса цветает тем лучше так опарина всем привет москва а вот-вот-вот светлана зимина наконец-то нашелся автор я это я вам писала объявление а нет вы не автор так минуточку я это серьезно вопрос благодаря константинович это я прислала объявление из иркутска и продажи будущих сайлинцев вашей кошек я только связался с продавцом мне сообщили что кошки приобрели вас на сайте вот такое понятие приобрести на сайте у нас нет есть железо есть мой электронный адрес переписка вот обмен мнениями информация оплата и все значит на данный момент будем считать что мы не знаем кто собирается давать объявление дело в том что если да действительно будут мы саженцы они не замерзнут если это манджурцы и если у них есть кроме друсу но но там повечила а поморах и о серафимах из косточек тут я 40 градусов гарантию не даю прошу если этот самый продавец действительно настоящие косточки мои вот снять объявление о том что вы держит 40 градусов это косточки и что буду 30 50 грамм а это косточки это непредсказуемое очень деликателен таких делах другое дело если вы снимете про 40 градусов если вы снимете 30 грамм тоже покупать будет у сергея то не берут ну и потом кто же все-таки дал это объявление я пока света не вижу вот вы связали с продавцом надо выйти из тени если этого яковский почему ему не показаться на свет так сергей с днем рождения спасибо за его труд здравия так скажите книги лак мастика все место до продажи я отвечаю так книги есть заказывайте напишите нам электрон адрес там свяжемся а лак мастику извините ни разу не продавал вот он мне дарил я делал ему рекламу вот а сам то сообщает только его когда мне пишут как связаться я даю адрес и телефон он настолько простой хоть и ученый хоть и мужик грамотный талантливый гениальный мужик но еще из той породы которая как-то все без и без без компьютера так а вот кстати лак мастика софрону вместо меня дал подсказку владимир что это значит а 81 спасибо книги какие остались в общем я не понял что вот это означает книги остались обе первое северный сад как это то есть полное название северный сад сотворение чуда своими руками там много очень полезных советов там минимум философии максимум полезных советов вторая книга называется записки зачарованных сибирского садовода без всякой системы есть полезные советы есть открытие мировой на уровень нобелевской премии но таким языком понятным написано что вот допустим академик не поймет я же рассказывал однажды что давно правда и не вам по моему был звонок не хочу говорить а вдруг вот крупнейшая академическая организация собственной типографии сказал мы будем печатать ваши статьи только дайте нам право их переделать на книжные то есть на научные то есть берется нормальным языком все что я вам рассказываю вот потом кто-то должен отредактировать их так чтобы никто ничего не понял я отказался а потом когда подумал то черт с ними сам позвонил мне у меня уже и просто не ответили то ли обиделись то ли интерес потеряли книги на научный язык не были изданы поэтому они нормально читаются и перевод на английский вот тоже нужен мы уже решили что так как мы не можем здесь продать книги в россии даже на русском языке не нужны тиражи маленький это значит они станут а раритетом а когда-то они станут уже не просто раритетом они станут памятником но это таких мало английский бы брали бы есть кому брать но перевода мы не умеем так а вот это сапрона мне вот семена по свой хорошо вспомнил будет тут кстати каталог семян железа внизу вот квадратик видите вот он вот посередине внизу и вот это мне напомнил ребята с этого момента я снижаю цену на семена на 20 процентов только потому что я не думаю что выбросить хоть одно семечко но вот видите выше было что одна я за нее писал что получила посылку одно прокнулась полтора сантиметра а проходит еще неделю-две и уже будет не полтора а два три сантиметра а некоторые будут также спать некоторые проснуться само то то есть самое время покупать но некоторые могут перерасти и вдруг она уже станет негодно не потому что не взошла потому что переросла сильно длинный этот получится с ними трудно помните обламываться поэтому я цену скинул не потому что они некачественные семена слишком качественные а значит могут не только прорасти но и перерасти поэтому я цену скинул на 20 процентов вот семена посади с отца сюда нажмете и вам надеюсь у вас будет сад не хуже моего так правильно вильнюс это есть только тогда-то он был российский вот почему вот вот почему виленская губерния это вильнюс ладно можно ли черенки абрикосы приводить на сеянцы слива тернослива какой процент проживаем самый разный процент во первых тернослива был момент когда я мы с вами проходили было память не держится прекрасный взрослый саженец абрикоса с прекрасным урожаем на терносливе помните я еще советовал хозяйки или хозяину этого самого садов которого на терносливе мои черенки абрикосов прекрасно прижились продолжать эту линию то есть снова черенки берутся этого абрикоса привитого и снова к терносливе но родственница этой терносливе то есть мы обходим запрет мичурина понимаете вот то есть мы продолжаем эту линию по двое родственники, приводят родственники. И можно до бесконечности продолжать. Причем мало того, у каждого поколения будет еще и надежнее. Вот. Поэтому тернаслевый вопрос перспективный. Но это не значит, что каждый переживется. Нет. Через раз, через два. Вот. И потом, знаете как, все-таки они не такие же родственники. И сильные морозы могут их помешать. Неполная биологическая совместимость. Непредсказуемо полная. Вот прислали фотографию. Ну все великолепно. Ну прямо выражай. Все крупно, все прекрасно. Выражай прекрасно. И на тернаслевый. Или на терне. Уже и забыл. Помните на сливе. Теперь насчет чистых слив. Сливы, в принципе, делятся там на четыре класса. Два из них самых распространенных. Там, это как уже, как мониторфон. Наринклода и на Венгерке. На Венгерках совместимость хорошая. Видели фотографию. Это как раз была совместимость Венгерка на это. На абрикосе. Слива на абрикосе, абрикос на сливе. Совместимость хорошая только с Венгерками. А значит, не просто слива, а Венгерки. Там приживаемость будет под 100%. Случай гибели будет меньше и намного хуже, когда слива приживается на абрикосе. Ну, назовем его круглоголовый. Вам это легче понять. Вот. И потом я прививал сливу на абрикос, и абрикос на сливу. Но, это самое, когда у меня не было абрикосов, подвоев на сливу прививал. И первый опыт так, допустим, 10 прижилось, на следующий год осталось 8. Еще год 6, еще год 4, еще год 3, потом 2, 1, и уже хороший урожай. И все равно больше 10 лет ни одна не прожила. Но, это Сибирь. Это крайний случай. У вас, может быть, 30 и Владимир будут лучше. Но, никаких цифр, процент сказать невозможно. Хотите, скажу процент? Если говорить про конкретный вид, про конкретный сорт, про конкретный подвой, про конкретный привой. От 0 до 100. А дальше будет от вас зависеть. Ну, плюс еще техника прививки. Так, что винограда? Я все только на них пока и прививаю. Процент зависит от качества прививки. Ну, вот видите, я назвал техникой прививки, он назвал качеством прививки. Так, в общем, ответил еще Алексей Виноградов, корневой отводки. У вас растут, основа привита на них. Так, буду пробовать. Спасибо, Москва. Лучше у меня получились на сливах, терносливах. Прививка, естественно, у земли. И без пересадки. Вот, 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 вот. Вот, у земли. Это важнейший момент. Но это уже техника прививки есть. Так. Потому что снег уже тает. Скорее всего, середина апреля. Так, сегодня в Беларуси ночью минус пять. Прививки накрыты бутылками. Что, уже привил. Для чего мороз опаснее? Почки распустившиеся, точно мерзнут. А если пересадки поднимется на пять сантиметров, будет ли он уязвим снимать бутылки, не выпьет ли я держу под бутылками в таком случае? Все, 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 что жду. Мошей боюсь и мороза боюсь. Так. Поэтому и берет свор, чтобы он не нагревался днем от солнца и не было перепады температур, день, ночь, мороза боя. А корневой шейки, в том, какая она себя чувствует, никто не знает. Ну, в общем, я не понял, то ли человек со мной не согласен. Я тоже знаю, что нагревается днем, чтобы не было перепадов. Все правильно. Ну, понимаете, вот, мне больше нравится, когда фамилия, с имя, когда говоришь Ваня или там Иван Иванович или Петр Петрович, чем вот неизвестно с кем разговариваешь. Вот. Дело в том, что не спорю, что здесь написано. Могу подписаться под этим. Но есть один нюанс. За 35 лет не берил ни одно дерево. Он должен быть давно, вот если верить в все, что пишут, вот помните, там разрываются эти самые клетки дерева, на разрыв, там взрыв, вот, там, сколько было написано. Это кого-то цитировал Павел, да? Или вы пишете, да? Ну, понимаете, есть другая точка зрения. Работы нет никакой в саду. А он живет в сад. Ничего не делаешь, а он растет и плавеносит. Есть доказательства, это ж не, я не дергал фотографии с интернета, чтобы сказать, что это мой сад. Понимаете? Вот. А когда мне вот так вот возражают, я очень уважаю. Но единственное, я всегда говорю одно. Покажите мне, вот вы берите ствол. Так. Я надеюсь, что это не с литературы. А что вы действительно берите стволы. И покажите фотографию своего сада с плодами. Почему-то никто не может мне ни разу, ни единого раза кто-то показал фотографию весной или осенью. Вот так же Павелка, да какая густая. Как они дышат. Карай, я не могу, я не приложу под этой Павелкой. Всю зиму с Павелкой. Мороз 40. И зимой как бы ни было холодно. Но солнце все равно прилипает к темным поверхностям. Вы же знаете. Вот. А Белый отталкивает. Ну почему у меня без Павелки сад не гибнет? Да, он разобоян. Но не гибнет и все. И мне нужно, чтобы любой мой оппонент, неважно по какому теме спорил, чтобы у него было фамилия и милочиство. Чтобы он сказал, вот я вам сейчас утром проснетесь, вот он фотография побеленного дерева. Вот фотография плодами. Причем не яблонями. Это любой дурак. Вот честно скажу. Я буду не любой дурак выросить. Только купи саженец, посади. И не подходи к нему. Можно извечить, что вот как те дамы. Что он молодые дерева покрыты эти. А так, в общем, мне нужно доказательство. Вы берите, у вас есть сад плодоносящий. Вот. Так. У меня почки на привыкках не замерзли под бутылку примерно 7. Минус 7 они переносят. Если переносят. Так, все понятно, Антон. Улья зимующая на открытом воздухе, всегда вокруг оттаившая. Снимок, чтобы вы показали, похож на колоду пчелу. Да, возможно, это колода. Вот. Что делать, если вишня вовлеча цветет, но нет плодов? Пчелой работает. Дело в том, что волочные вишни, они самоплодные. Вот. Она должна плоды давать. У них есть слабые места. Например. Вот. И. Вот. Я же не знаю. Если бы конкретное дерево, я бы подошел к нему. Я всегда начинаю с того, что становлюсь на колени. Я остановлюсь на колени и гляжу. 90% корневая шейка. Она еще с виду. Она вот чуть потемнее. Пока не поцарапаешь ногтем, и сказать не можешь, что с ней делается. А дерево уже перестает, не принимает этих. То есть, оно уже больное, а с виду еще и листики, еще и все. А уже плодов уже не будет. Возможно, она тоже. У нее, вот я все время забываю про нее. Абрикосы, слабая корневая шейка. Груш. И волочных вишен. Я все время забываю. Вот. Если она действительно больная, если у нее подгнила корневая шейка, пчела не поможет. Никакая. А так она даже в одиночку должна не только цвести, но и полуносить. Ну, я не могу. Это как хирурга спросить, который 2000 кетов. Скажите, почему у меня живот болит? Он скажет, сейчас приеду, разрежу, тогда скажу. А как он знает? Ствол дерева как нагревается днем, так снижает температуру при поступлении вечера. Ничего себе сегодня не происходит. Белить для этого не нужно. А морозобой, на самом деле, не морозобойный. А зельские влаги, которые разрывают ствол. Это мое субъективное мнение. Ну, близко к истине. Так. Рядом разные вишни растут. Нужен другой сорт волочной вишни рядом посадить. Ну, в общем, волочная вишня, это не вишня вовсе. Это самостоятельный вид. Вот к вишне никакого отношения не имеет. Возьмите, что на нее вишня не прививает простую. А абрикос прививает, сливу прививает. К волочной вишне. И мне кажется, хоть она самостоятельная, но она ближе к абрикосу. К тем самым, к абрикосам, к сливам она ближе, чем к вишне. Она совсем другая. Ну, там посмотрите на листья, посмотрите на плоды, посмотрите на крону, на штамп, на все. Ну, какая она вишня? Ну, по инерции называют вишней. Из-за того, что плоды такие же, кругленькие. И вот получается, что, чтобы эту вишню опылить, ее опылять не надо. Она сама себя опыляет. Значит, причина должна быть чем-то другом. Ну, конечно, тот же принцип. Самоплодные деревья, они все равно нужны супруги. Но я про это уже сто раз говорю. Это мой, как он называется? А, самоплодные, хватит одной. Ой, куда мне столько, мне не надо так много урожая. Самоплодные деревья очень быстро деградируют. В том числе и вишни, которые в Европе деградировали уже целой видой. Так, теперь. Здравствуйте, Кастер, набавим по поводу побелки. Вы не разговаривали еще? Он берет с одной стороны. Он выбрал компромиссное решение. Со стороны живучего солнца. Так. Бойлочная больше сливать, нежели вишня. Думаю, да, желательно. Вообще, бойлочная вишня – это СНГ. Вот. СВГ. Днем плюс 15, ночью минус 10. Где? Да это тоже бывает такое. Почему нет? Разрыв, по моему мнению, происходит из-за того, что еще нет вистеп, нет испарения лишней влаги, куда дерево девать. Вот там и разрывы. Так. Ну, еще, знаете, вот многие как. Вот человек взял, сделал приземний полив. Я считаю, что его делать нельзя. Он больше вреда, чем польза. Подземний полив. А потом боится, что лопнет хора и белит. Значит, правда, ненужная работа делается. Подземний полив. А потом вторая ненужная, побелка. Об этом тоже есть связь. Именно у меня было весной на абрикосе. После ливня разорвало полностью штамп ветки. Но это не только на абрикосность. Но смотрите. После ливня, да. Может быть, абрикос был настолько ливнем, но и без ливня, настолько сыро, что он действительно не выдержит. Абрикос не предназначен для посадки вообще в сырых местах. Да, мы хотим иметь их при Балтике. Мы хотим иметь их в Литве, Латвии, Псковской области, Новгородской. Мы хотим иметь их в Ленинграде. Это самое, там, где угодно. Вокруг этого самого чертого, то есть, вокруг этого Балтики. Дожди сыра. И плюс еще, это же места, не зря говорят, Питер строился на болоте. Там сильно много противоабрикос. Допустим, там 2 метра растет, все. А потом действительно разорвет его. Потому что в 2-3 метрах уже вода. Ура, первый урожай. А потом разорвало. Возможно, я не говорю, что в конкретном месте. Но влаги он боится. Если я вообще не бою абрикосов. Вот это лето было настолько дождливое, что, по-моему, позавидовали бы этому. Питерцы бы ахнули. Сказали бы, да у нас хотя бы солнце бывает, у нас хотя бы солнечные дни. Мы загорали, а мы не загорали. А у нас сыро, дожди и сыро, дожди и холодно. Все лето. Но это один год. Абрикосы выдержали с честью. А если каждый год. Так. Так, теперь. Нормально идет вебинар. Виноградовый вебинар закончился. Но это, видимо, был такой перерыв. Так, ждите пока. Разрыв. Видимо, сбой. Антон у нас волшебник. Я его шутя называю технический директор. А почему шутя? Всерьез. Так. На ютубе идет трансляция. Оренбург. Есть. Слышим, видим. Слышим, видим, видим, слышим. Продолжайте. Соловьева. Есть. Едят ли мыши шутят. У нас много посаженных лещин, а мыши не грызут. Так. Вот этого я не знаю. Едят ли шелковицы. Я один год... У меня было несколько шелковиц, но их мыши не трогали. Так. По нескольким же нельзя выводы делать. А потом полсотни вырастил на продажу. Их не покупали. Часть продал, часть раздарил. Часть вырубил. Сибиряки тогда не знали. Но чтобы... Мне не ели. Так. Но это ничего не значит, что они едят. Я просто этого не знаю. Шелковицы для меня пока новинка. До сих пор. Вопрос такой. Если привить абрикос, насеянный тернослив, получать, что мы портим тернослив? А что мы его портим? Абрикос подвой, привой, насыщая друг друга. Получив плоды, где есть папа и мама, это ягенокосик. При этом лучше абрикос и лучше экспериментировать. Да ничего не это. Вот самое главное, я всем говорю. Вот всё, что вы написали, я не говорю, что это неправильно. Мы не знаем. Испортим. А слово портим я применяю в шуте. Помните? Получил слаще, крупнее. Ну, испортил. Ну и что? Да на этом всё построено. Вся эта самая... Именно природная селекция на этом построена. Вот так вот. Она такая есть. Поэтому не думайте ни о чём. Прививайте абрикос на тернослив. Тернослив, что угодно делайте. Вот. И ждите чудеса. Вот просто ждите. Если у вас потом проявится персональный интерес, вы потом скажете, а вот я второе поколение, как я делал. А вот уже абрикосы за 100 лет, 100-100 грамм вырезали. А раньше таких и не было, и близко у меня. Крилевский начинал с 50 грамм. Вот. Так что, просто не заморачивайтесь. Вот мы этот. Я скажу, да, в одном случае он станет хуже, в другом лучше. Но пока не получите, не узнаете, пока не возьмёте в руки привычную нож. Так. Что лучше привить на волосы и вишню? Ничего. А почему? Абрикос лучше привить на абрикос. Сливу на сливу. Вот. Даже черешню это самое можно, в принципе, на волосы и вишню. Но не стоит бы этого делать. Ну, если уж... Ну, вот действительно, у вас ветка. Ну, только уж самый крайний случай. Перед вами ветка абрикоса, прекрасная ветка. Где-то раздобыли. А кроме волосы и вишни ничего не растёт. Видите? Ведь можешь абрикос на сливу, уже лучше на сливу, на терносливу. Ну, на волосы и вишню, ну, совсем. Вот в саду одна, вот одно дерево, в сливу и в руках одна ветка. Вот тогда и прививайте. Что угодно на неё приживётся. Любая косточная культура на неё. Ну, как приживётся? Чаще погибнет. Вот такой мой ответ. Так. Прошлый буду из 15 костей в ассортив дошла одна. Осень оставшаяся выкопала, хранила в холодильнике сухими. Потом, старшивая пески, вот два дня назад проклёнулись. Проклёнулись. Пришлось посадить, как положено, в горшочке. В общем, получается так. Первый год из 15 одна. На второй год 11. Объяснения нужны. Правильно? Вот. Объяснение простое. Раз они живые. Так. Оказались. Значит, речь не идёт о том, что они сгнили. Первый год. А то у меня же как бы вы прислали негодные косточки, они не взошли. А потом ещё это самое. Бывает. А они у вас гнилые. А сам выкопал. Ну, он же когда? Только когда вот он видит, не взошли. Выкопал. Она гнилая. Он сам сгноил. А может, были случаи редкие, когда пытались вину на меня переложить. Вы на меня никак не переложите. Они оказались живые. Проснулись годом спустя. Это значит, что они были недоувлажнённые и просто отказались сходить. Им нужно влага разорвать эту самую чертову крепость. Вот эту вот очень твёрдую скорлупу, которую попробуйте зубами разгрызть. Без зуба останетесь. А им нужно влага, чтобы разорвать. Не хватило влаги. Вот год потеряли. А они были здоровенькие. Так, персики при... Ой, Алексей, ну спасибо, выручил друг. Персики на вольственной вишне. Да я всё уже, мне это... Занимайте моё место, ладно? Я же забыл сам. Сам же приивал. Сам забыл. Сам Савинич учил. Ой, позорился. Так, персики. Кроме вольственной вишни. Вот. От вольственной вишни смысла нет приивать. Персики. Персики, да. Вот тут можно ждать чудес. Спасибо, Алексей, выручил. Так, трофейной горшочкой быстро пересыхает земля. Поливала каждый день. Потом стала брать целлофан. А это я тоже подсказывал. Я говорю, берёте, так как высыхает быстро, ещё мешочек обернёте его с боков. Мешочек целлофановый, полиэтиленовый. И всё. А потом долго её снять в мешочек. Главное, тогда там будет сыро. Так, ну что, ребята, всё. Наша песня хороша. Итак, значит, каталог семян железа внизу нажимайте. Вот. Но обычно практически никто уже не заказывает. Но я сделал скидку на 20%. Так что нажимайте, заказывайте. Почему? Потому что, как видите, я за вас эти вопросы, ответы не придумывал. Письма я не сочинял. Дела, те, кто следует моим советам, всё-таки получают 80-90. Ну, не повезёт 50% в схожесть. А если уж зайдёт, те же абрикосы убить невозможно. И при этом настолько слабый спрос, это при том, что в России только мертвичины продают. Мне вот это, мне давно должно быть всё продано. Я давно должен был уже ставить себе новые зубы. Вот. А я сижу без денег и без зубов. А вы без косты. Я у меня этого никогда понять не смогу. Никогда. Ну, всё, ребята. Давайте заканчивать. Значит, жду вас совершенную субботу. Или вы меня ждёте. Будем продолжать. Когда-то родился учебник. А пока вот так. Ну, давайте пока. До свидания. Спокойной ночи, сибиряки. Дальние восточники. Приятного ужина, европейцы, уральцы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok